...фаст алтаря. А чё он так рано берёт ментов? What the fuck? Куда менты-то побежали? Барак, что ли, отменять? Короче, у Хумана нет фаст алтаря, но у него уже менты прибежали. И менты начинают сношать барак. Просто пять ментов в наглую бьют барак. Минус висп сейчас будет. Барак продолжает сношать. Демон Хантер. Кстати, Лавлет делает Демон Хантера, не Варденку на этой карте. Это очень странно. Слушайте, интересный мув от Тиаша. Не знаю, насколько он плюсовый, но, по крайней мере, интересный. Ну и, кстати, мув-то очень плюсовый, потому что Демон Хантер уже практически без ХП. Арча там где-то заныкался. Там какую-то ферму, походу, поставил. Тиаш справа продолжает барак сношать. Но уже есть одна Арча, и сейчас будет вторая. Ну и под бараком, естественно, нельзя сражаться, потому что очень жесткие оплеухи он дает. По 7 из урона. Подходят Виспы! Виспы подходят, диспелят одного элементаря, пытаются зачинить. Но минус Висп. Минус Висп неплохо. Футмена контролит. Футмена не доконтроливать, не выкинул из пальчки. Шифт, видимо, залип. Барак продолжает один шейкер бить. И, кстати, барак сейчас сдохнет, у него уже 80 хп. Может, есть смысл поднять барак, потому что он ёлку уже переварил. Демона охи... Надо барак добивать. Может, барак добить? Виспов-то не идёт. Да, минус барак. И ещё, кстати, элем добивает барак, получает за это что-то порядка 30 хп. Ну, слушайте, и что будет делать Тиаш? Будет ли застраивать такой ситуации? Или ставить экспант? Вообще, большинство хуманов в такой ситуации теряется, потому что не знают, что теперь делать. Ой, не отменил! Ну, в смысле, эльф отменил, но хуман не отменил здание, потерял на этом достаточно голды. Т2-то, кстати, уже улавлято неплохо за год. Здесь виспа-виспа нужно убивать. Слушайте, в такой ситуации непонятно, зачем на мейне ставят магазин, если сейчас идёт всё равно экспант ставить. Ну, демон очень битый, никак здесь не нахарасить хумана. Просто 200 хп у демона, он первого уровня с одним монобёрном. Минта можно как-то подконтролить, возможно. Здесь, конечно, очень битый конь уже за ментом бежит. А сейчас, смотрите, мув там происходит на карте, арчи выманивают на лагере наёмников пацанов, и сейчас будут скупаться тролли. Это неплохой мув. Вообще, это стандартный мув, но это неплохой мув в такой ситуации. Ну и, слушайте, а магазина-то нету, не успел он купить реген. Всё очень битые. Футменов очень много, но они все битые. Да, подходят здесь тролли, контролятся. Сразу Элем диспелится. Очень жёстко от диспелли Лема. Очень много футменов, но все битые. Демон тоже очень битый. Демон можно принимать. Демона принимает его. Плюхи от Архмага. Одна, кстати... Погодите, он миссы качнул, или почему Архмаг промахнулся? Вы видели, там был мисс от Архмага. Слушайте, ну Тяж очень уверенно играет. Он ни одного футмена ещё не потерял. И сейчас захиливает. И, походу, делал Лавли ту... Лавли, кстати, экспант слева ставит. Да, экспант. Рудик, Рудик, покажи мне экспант у Ильфа. Кстати, возможно, эти комментаторы китайские тоже сидят, стримят. И кто-то тоже какой-то Рудик показывает. Небольшие проблемы с лесом есть у Тяжа, потому что рабочих мало. Ой, уже и Панда подходит, но сейчас... Блин, тут футменов целая толпа. И дефенс доделался. Слушайте, у Тяж вообще очень всё чётко. Кстати, амулет энергии... Амулет энергии продал Тяж. Вот это мне мув непонятен, потому что амулет энергии всего 150 голды, кажется, даст вам. Но это 150 маны лишние. Это плюс Элем, плюс 2 болта, если ДМК дойдёт дело. Не знаю, может... Да не должно ему так 150 голды, прям нужны были в этот момент. Бред какой-то. Такой девайс продавать. Короче, здесь масс футмены заходят просто на мейн к эльфу. Начинают резать с дефенсом. Кони успевает вызвать Элема. Да, манабернов я не вижу. Ой, там футмены просто сдуло. Но тут уже надо отходить, потому что постепенно панда-то пробила всех футменов. И сейчас она отрегенит ману в колодцах. Минус лорница. Сейчас будет ещё дыхание. Слушайте, Тяж просто здесь очень грамотный. Если он уже Т2 заказал, то вообще всё круто. Но да, на ТП приходится уходить. Ещё один футмен будет. Да, минусуется футмен, лорницу не успевает убить. Неплохо сразу регент. Т2 всё ещё нету. Т2 только сейчас заказывается. Ну, блин, как он футменов настроил тут? На голде два китайца камеры водили. Да господи, что за бред с этим камеровождением? Дайте нормальному чуваку, комментатору, поводить камеры. Ой, заходит неплохо. Здесь снова Тяж сейчас лорницу отменит. А лавлит-то в это время, экспант пытается поставить. Как эти масс-футики просто унижают эльфа. Футиков всегда нельзя недооценивать, особенно если вы их контролите. И здесь всего лишь одна лорница. И можно в лорницу, кстати, втопить. Не знаю, зачем он Мунвелл убивает. Он, конечно, практически полный, с 200 маной. Но, мне кажется, лорницу сейчас было бы профит не убить. Да хотя он, мне кажется, сейчас и лорницу убьёт. Нет, он почему-то Мунвелл убивает. Можно было лорницу убить, это был бы вообще провал для эльфа. И тут просто масс-футмены окружают пацанов. Спартанцы зажали персийцев. И минус две арчи. Нет, одна арча только умирает. Но архмак второй. Элем вызывается. Но Элема сразу диспелит. И монобер на 50 проходит. Лорница здесь отстраивается. Там первая дриада вышла. Начинает потихонечку замедлять футменов. И ещё одна лорница. Минусует. Ну просто масс-футы. Просто масс-масс-футики с дефенсом. 50 лимитов футменов. Лавлит, не знает, что делать. Походу, дело, придётся ливать из-за этой игры. Сейчас окружается. Блин, окружил же панду. Не стал окружать, короче. Ещё лорница минусуется. И, по-моему, висп в ней взорвался. 1200 голды уже у Тиаши. Но это просто унижение какое-то. Ну и минус лорница сейчас будет. Утряд нету диспела. А больше заказе виспы не чинят. Масс-футмены просто сражаются. Причём Тиаш-то не пользуется таким количеством футменов, чтобы окружать как-то героев. Он просто их через атаку посылает. Сейчас вот шарики гоняет. У панды нету маны, чтобы задуть всё это дело. Дефенс снова врубается. Пытается лорницу отменить. Не получается. Виспы захиливают. Тут уже пофиг, сколько он футменов потеряет. Потому что сейчас Т2 доделается. Там будут арканки, МК и голды полно. Футменов, конечно, очень много сейчас. Сдохло, но лорницу всё-таки он добивает. И кучу футменов, кучу виспов убил. Ещё дыхание хорошее. Может сейчас Тиаш подкан... Нет, он окружает! Демон Хантера окружает! Это минус демон. И это партия для Тиаша. Потому что здесь уже ничего не сделать. Потому что нету Мунвелла, чтобы воскресить Демон Хантера. Хотя, может, там и хватило. Но сейчас будет пытаться панду окружить. Куча битых футменов. Кстати, конь-то без ТП. Нужно тоже следить. Опа! Панда окружается! Второй левел панды. Правда, там сейчас футмена выбьет и выйдет из окружения. Как же ты её выпускаешь? Дряда ещё подходит. Снова окружение. Какой мув футменами? И панда почти третий. Сейчас одного футмена убьёт. Она получит левел ап, но не успевает. Чуть-чуть просто на соплях не успел третий левел получить. Так бы третий левел плюс второе дыхание. Там минус все футмены. И, возможно, бы она как-то выжила. Ну чё, Ливой-то будет Лавлят сегодня или нет? Или он дружка своего фокуса позовёт, чтобы он доиграл катку? Да, тут уже, смотрите, рифлы добавляются, присты первые. Лавлят сидит, улыбает. Да как же я проигрываю этому хуману, санному. Варденку не сделал, называется. Нет, я же красавчик вообще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.